Онкология – диагноз, который может разделить жизнь на до и после. Каждый, кто столкнулся с этим недугом, знает, насколько тяжело физически и эмоционально переживать период принятия, а потом и изнурительного лечения. Ольга Бартаковская узнала о раке груди в 2019 году. Как только она почувствовала новообразование, то незамедлительно обратилась к врачу. Неутешительные результаты обследования открыли совершенно новый период в жизни Ольги. Начался путь сдачи анализов, какие-то дополнительные исследования. Вот этот путь был самый сложный, когда ты, в принципе, уже знаешь, что у тебя онкология, что время работает против тебя, но тебе нужно время для того, чтобы вот этот вот путь пройти, подготовиться к операции и к лечению. Уже после первой химиотерапии врачи заметили у Ольги положительную динамику. Но еще месяц женщине не пришлось восстанавливаться после курса химии. Затем последовала операция, в результате которой Ольге удалили две груди. Как ни парадоксально, но то время, когда Ольга боролась с онкозаболеванием, не сломила дух Ольги, а подарила только еще больше сил и вдохновения для нового этапа жизни. Я начала думать вообще, что со мной происходит, что со мной происходит, что я чувствую, почему я это чувствую. И вот этот вот путь, он оказался для меня самым верным, когда я начала находить какие-то там обиды, с которыми я там жила уже даже 30 лет, 20 лет. И стала разбираться в себе, стала развиваться в этом направлении, интересоваться. Сейчас Ольга работает консультантом по работе с эмоциями, помогает людям и делится с ними своими личными опытом и знаниями. Прошлое с онкозаболеванием помогло женщине переосмыслить настоящее. Если вы узнали о страшном диагнозе, то Ольга советует не опускать руки, но и не сдерживать эмоции. Дайте себе их пережить и выплеснуть. Включите режим энергосбережения и отнеситесь к себе с вниманием и заботой. Вникайте в лечение, контролируйте процесс лечения, потому что нам кажется, что кто-то нам должен что-то. Никто нам ничего не должен. То есть наше здоровье – это наша ответственность. Занимайтесь сами, спросите, не бойтесь спрашивать врача, лучше задайте миллион вопросов. Самое главное, что нужно запомнить – дорогу осилит идущий. Не теряйте надежды на выздоровление, берегите себя и не занимайтесь самолечением. Светлана Ярунова, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.